Наши команды шансы велики. Стать обладателем Кубка Федерации. Мощный состав, опытный тренер, инфраструктура. В этом сезоне для победы у «Динамовцев» было все. Но в полуфинале плей-оффа вылет 2-4 в серии. Мне не стыдно за команду, за моих сотрудников. Лично мое мнение, сезон был очень хороший. Это доказывает полные трибуны. Трибуны действительно заполнились в этом сезоне. «Динамо» постаралась превратить день матча в настоящий праздник. Для болельщиков навсегда закрепили 22-й номер. На пост главного тренера пригласили человека с международным опытом. Регулярный сезон наши выиграли. Оторвались от второго места на 18 очков. На такое способна не каждая команда. Но второй год подряд «Динамо» вылетает с плей-офф в шаги от финала. «Именно наши ребята не хуже были. Этих ребят из «Сокола», ну или там из «Рыси». Здесь просто череда вот этих ошибок личных, которые нельзя допускать в плей-офф. Они все должны были, ну они это понимали, но почему-то не слышали, не знаю, то ли тренера не слышали. То есть нельзя так играть». Это и не точность передачи, не нужны потери шайбы. Еще одна причина – хоккейный фундамент. В Барнауле есть спортшкола, есть команда юниорской лиги. Но они не питают основную команду. А именно они, в отличие от приезжих, играли бы за эмблему на груди. «У нас школа Олимпийского резерва. Для чего она существует, я по сей день не знаю. Для развития физкультуры? Согласен. Тогда и скажите, уберите статус Олимпийского резерва и развивайте физкультуру. А раз у вас школа специализирована на хоккей, вы что должны? Вы готовить должны игроков со всего Алтайского края. Все лучше приглашать сюда». Он уверен, новую хоккейную систему нужно создавать пару лет. Но кто будет ждать? Тем не менее, оба наших героя из хоккея прошлого и настоящего настаивают. «Динамо» доказала, что достойно перейти на ранг выше. «Инфраструктура есть, любовь болельщиков есть, команда, мы имеем в виду штат, администрация есть. Все для того, чтобы идти в чемпионат. Там ряд каких-то изменений можно будет сделать. И, в принципе, мы готовы к этому. Осталась только финансовая часть». С последним могут помочь краевые власти. В ближайшее время будет известно, где «Динамо Алтай» окажется в следующем сезоне. Сохранится ли наша лига или ее объединят с чемпионатом. Но хоккей на Алтае будет. Возможно, «Динамо Алтай» станет фарм-клубом. То есть, резервная команда клуба из КХЛ. Это элита российского хоккея. Это решит некоторые финансовые вопросы, и мы сможем усилиться игроками, как это делают рыси. Правда, принесет и свои обязательства. Но об этом станет известно позже. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.